здравствуйте дорогие друзья здравствуйте дорогие товарищи с вами снова я тут сижу и разглагольствую ну и коль скоро начал разглагольствовать благодарю вас за то что материально поддерживаете канал за то что вообще смотрите вот это все вот мне приятно потому что я люблю очень музыку всякую разную самую разную очень много музыки люблю принципе музыку люблю она в принципе нравится и я рад что вам она тоже нравится в этом смысле мы вместе да очень хорошо ну а я наконец-то достал пластинку про которую много уже в комментариях мне писали просили ее показать что-то про нее рассказать но про нее рассказано уже столько сколько наверное не про какую другую пластинку ну может быть про сержанта пеппера там ну я не уверен я думаю что проекту рассказано гораздо больше потому что она но она гораздо более всеобъемлюще чем рок музыкальная пластинка да сержант пеппер слонли хат склаб бэнд да это как бы правда это одна из таких ключевых корневых краеугольных и на выбор любые другие определения пластины которая изменила музыку ну изменила в 1969 году взяла и изменила просто музыка стала другой miles davis bitches blue 1969 год август за три дня был записан альбом который принимали очень по-разному очень интересно что молодежная аудитория которая слушала рок-н-ролл в разных его проявлениях она не сразу приняла эту пластинку в отличие от альбома джона колтрейна love supreme чисто джазового чисто джазового который был записан значительно раньше и он просто как говорят звучал просто из каждого окна хиповских квартир очень молодежь подсела на эту музыку хотя как бы чистый джаз да ну такой специальный специфический контрейновский а это вроде бы уже очень близко к року но не сразу пришлось по душе по душам потому что настолько было это неожиданно настолько не похоже ни на что вообще ну разве что на предыдущую пластинку ds и на silent way но и на солен твой все-таки воспринимался я думаю что его не слушали так массово массово так повально тотально и грандиозно как этот альбом не изучали его не не писали о нем столько сколько правит властинку это все-таки шло в это все-таки шло в разряде джаза ну а джаз кому-то нравится кому-то не нравится да джаз на рок рок до джаз ну джаз да хорошо интересно вот лава supreme есть очень хороший альбом мы его слушаем остальное все ну джаз там да это для стариков но со временем этот альбом был принят все-таки молодыми людьми тем более что мэйлс дэвис на концертах уже стал выступать не в костюме как джазмен да а в ярких рубахах в темных очках в кожаных штанах в жилетках и такой стал иметь вид очень радикальный и неофициозный в отличие от того что было раньше ну все привыкли что джазмены играют аккуратненько все в костюмах черных на самом деле черные костюмы у блюзманов и у джазманов пришли не от большой любви к цивильной одежде от того что давние давние времена там в 50-е в начале 60-х годов ну в 50-е 40-е даже в клубы не пускали на сцену людей которые были были одеты не в костюм ну такой дресс-код такой существовал который в нашей стране скоро будет введен по желанию представителей коммунистической партии россии идем по американскому пути на самом деле ничего не придумали нового в 50-е годы на сцену в клубы не пускали без костюмов и джазмены и колтрейн и все остальные авангардисты орнет колман там все все играли в черных костюмах с галстуками очень смешно на самом деле что совершенно радикальная безумная музыка и такие джентльмены выходят начинают фигачить оттуда все это и то же самое с блюзом было играли блюз тоже пиджаки вот это все вот а наши дурачки до сих пор как-то это все перенимают и тоже в пиджаках играют блюз забавно ненавижу это слово кстати ненавижу его вот этот последний произнес терпеть не могу почему-то вырвалась да ну так вот и критики тоже разделились одни писали и говорили что но это все это предательство предал джаз мэлс дэвис пошел на поводу у моды решил заигрывать с молодежью все такое в общем вот эту очередную критическую чушь несколько своих а другая часть критиков наоборот написала и рассказала что это прорыв это явление это штука которая изменила музыку и такие они были правы потому что музыка изменилась и вслед за пластинкой бич из брюл пошли альбомы и зачаточного и импровизационные музыки разные в разных формах да и вообще музыка как бы освободилась освободилась от квадратного своего квадратно-гнездового вот этого построения которое но она была до что говорит все 60-е это квадратно-гнездовое вот это как как называется высаживание пластинок на поле шоу-бизнеса и восторженных меломанов которые жаждали новых новых каких-то вот этих квадратных произведений музыка освободилась раскрылась и потекла потекла рекой уже абсолютно свободной когда каждый смог позволить себе творить так как ему хочется и это и хорошо или и и и и плохо потому что очень много появилось разного хлама такого псевдоавангардистского но он был раньше и мальс дэвис говорил о том что он не любит фриджаз потому что там очень много шарлатанов которые плохо владеют инструментами играют просто какой-то чушь это не касается титанов фриджаза которые гениально играли прекрасно владели инструментами тот же самый колман и многие многие другие там альберт эйлер и все это но это слышно просто по звуку по по звукоизвлечению по технике исполнения как они владеют инструментами а очень много и в нашей стране я знаю людей которые играют как бы free free джаз там free импровизации а при этом вообще ничего не могут и в целом дэвис не любил это направление также он очень скептически относился к группам которые включали джазовые элементы в свои рок квадратно-гнездовые композиции я прочитал в интернете что чикаго он не любил я не помню кто написал статью там довольно подробно что чикаго была цвета интереса он очень не любил потому что говорил что это не моя мысль повторяю я вычитывал то они использовали его наработки которые были уже в классинках там в тех же на той же и на silent way и делали из них какую-то попсу какую-то массовое такое вот mass production такой но я не разделяю эту точку зрения потому что чикаго это на мой взгляд на мой взгляд тупой убогий это великолепная группа 20 лет интерес я люблю гораздо меньше и там что-то да что-то нет но тем не менее то что там творчество то что там искренность и честность и отличное владение инструментами тут гладки не ходи ну к этому альбому собственно говоря да я же говорил что за три дня было все записано музыканты пришли в студию совершенно не представляя что им предстоит играть что мальдс дэвис сейчас расскажет он раздал листочки с нотами которых было очень мало он обозначил аккорды аккордовые последовательности которые должны звучать должны в которых должны прозвучать звуки прозвучать инструменты пришедших музыкантов и сказал мол а теперь давайте играть то что хотите вот в этих даже не рамках а на этой вот основе и три дня они играли получилась замечательная двойная пластинка на самом деле материала гораздо больше там записано но вошло сколько раз два три четыре пять шесть композиций компания музыкантов невероятная просто все молодые люди горячие с энтузиазмом агрессивные но такие вайншортер ленивайт бирни моппин чикаре джим райли джек диджанет ударные да харви брукс чарльз элис элиас дэйв холланд джон маклафлин и вся вот эта компания молодежи ринулась под управлением дэвиса свободное плавание в бешеные импровизации и получились удивительные вещи но моя любимая здесь не только моя много кто любит спаниш кей на второй пластинке первая вещь бешеный такой тяжелый на основе бешеного тяжелого фанка на басовом рифе который идет всю дорогу и рубилова просто скоростное какой-то скоростной даже не джаз-рок а какой-то фанк вообще стиль обозначить стиль этой музыки обозначить невозможно твои были вот это скоростное рубилова всех вместе и в первой части взлет трубы дэвиса бешеный безумный какой-то невероятный ну а потом все начинают потихонечку по очереди солировать иногда все вместе начинают солировать что мне очень нравится какая получается не каша а вот это самое сучья варева да как называется пластинка бич из бру вот это все когда начинается вместе но при этом музыкант это все виртуозы все в общем-то с академическим можно сказать образованием все все понимают все все слышат и все чувствуют когда вот надо когда не надо ну такой получается такая штука вот это спаниш кей он как как пушечное ядро летит такой удивительный джаз-рок не джаз-рок там как угодно хоть но она больше всего похожа на рок на самом деле с ценой спанишкой следующая композиция на втором диске джон маклафлин мэйлс дэвис не играет играет джон маклафлин на гитаре в сопровождении всего грандиозного бэнда который внизу под гитары играет что-то свое вообще два клавишника два ударника два контрабаса и и что-то со свое между собой перкуссия переглядывая что-то своих маклафлин сверху все очень здорово и очень музыкально очень классно и бешеная абсолютно вещь майс майлс ранс дэвуду даун дэвуду даун вот здесь опять тяжеленный фанк если спанишка это быстрая очень такая полетная вещь здесь тяжеленный басовый риф и дэвис отрывается так как нигде наверное никогда потому что раньше он все-таки такой кул был куб изысканный кул тихий такой здесь просто разнузданный дикий бешеный привет хендриксу там вспомнил все вот эти вот все отрывы от реальности возможно и такие полеты на трубе скоростные полеты приземления полеты улеты и все очень здорово потом немножко он берет паузу группа продолжает играть свое вот это вот все варима вот этого переглядывать такой и в конце опять он взрывается бешеным взрывом прекрасная прекрасная вещь то же самое относится к сэнкшури последнее произведение которое написал самый ван шортер но играет мальдс дэвис на трубе подключается шортер в унисон там где-то сменяет дэвиса и очень медленная красивая вещь которая к финалу просто вырастает выброс лавы в том месте где не было вулкана вулкан не предполагался здесь просто вот чистое поле красивая играет труба птички поют эти вот эти вот люди там все чикаре с джозелином там играют и потом вдруг бурлит 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 и фонтан лавы вылетает в виде трубы мальдс дэвиса очень здорово ну а про первую пластинку говорить вообще сложно потому что фараунс dance который написал тот же завинул это длинная сплошная импровизация на 20 минут начинается тихонечко 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 и вырастает в этот самый бич из блю когда не понимаешь чего ждать в каждом следующем такте кто будет играть что будет играть какая мелодическая линия будет но аккордовая последователь сохраняется она достаточно простая надо сказать гармония меняется очень медленно и смена каждого аккорда готовится очень долго но слушать очень интересно все бич из блю сама заглавная песня она начинается взрывами сразу всей группы и думаю что это какой-то просто хард-рок исполнен исполненный на духовых электропиано потом немножко успокаивается и понеслось вот это вот вот это вот плавание полет как хотите называйте ползание и все прочее ну чрезвычайно интересная богатая музыка на самом деле такой музыки не было ни до не кстати говоря не после так что это уникальная совершенно штука очень всем советую тем кто не слышал рокеры шмокеры панки по фанки абсолютно неважно бич из блюма с девиз ешьте больше соленого острого жирного я пошел пить пока